Кабмин предостерег возможность, ой, предостерег, да, я вас предостерегаю, он предоставит возможность оформлять пенсию в банках, пенсию уж вообще-то же, тогда вы вообще уж ничего не увидите, так в пенсионном фонде ничего вы не получите, а тут еще и в банках, ну все. Я думаю, инфляция в России превысила годовой прогноз Центробанка, ну понятно, что она превысила, я думаю, парадокс, знаете в чем? В том, что та инфляция, которую они заявляют, которая превысила годовой прогноз Центробанка, она все равно ложевая, инфляция гораздо выше, то, что они нарисовали, не соответствует реальной инфляции, а то, что заказывал Центробанк, еще меньше. Поэтому, ну что я могу сказать, даже в советский период за приписки искажения отчетственности сажали в тюрьму, обратите внимание, у Путина ничего подобного нет, нет статьи в уголовном кодексе, ну что хочешь приписать? Пишут, что какие-то, значит, исследователи узнали, что россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей на Новый год, но если они пойдут и возьмут эти 25 тысяч в быстро деньги, тогда да, тогда наверное так оно и будет. И пишут, что это больше, чем в прошлом году, в прошлом году хотели 19,3 тысячи рублей потратить, знаете почему больше? Ну потому что цены поднялись, и цены поднялись значительно, а так это ни грамма, ни больше. Если посмотреть, какая реальная инфляция, исходя из стоимости валюты, да, то здесь перевести все в доллары, то окажется, что решили потратить меньше. Вот пишут, что запрещенные помидоры из Азербайджана будет нечем заменить, ну а как же, а из Турции, Путин, помните, с этим Эрдоганом сколько рамсил после сбитого самолета. Первое, что сделали, запретили помидоры, Эрдоган очень разозлился, потом все разрешили, но помидоры это было самое последнее. Помните, я еще говорил, что с этим связана какая-то романтическая история, почему-то помидоры нельзя. Помните, я говорил, что Путин боится помидоров, у него это прям какая-то навязчивая идея, что нельзя помидоры. Вот сейчас нельзя помидоры из Азербайджана, ну из Турции же можно, а поэтому эти азербайджанские помидоры будут приходить якобы из Турции. Ну что, очень-очень просто сделать, что прилепить наклейку, что это не Азербайджан, а Турция нельзя, что? Да элементарно. КАМАЗ представил городской электромобиль КАМА-1. О как, представляете. Интересно, какой там двигатель внутреннего сгорания. Электромобиль, видите, оснащен литиево-ионным аккумулятором, ионным, да, аккумулятором, емкостью 33 киловатт-часа. Ну посмотрим, во что это выльется. У нас уже был один этот, Прохоров, да, который все там какие-то емобили делал. Тут будет КАМА. Посмотрим на эту КАМА. 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 Прохоров. Продолжение следует...